Друзья, мы скоро начинаем, а пока не забудьте подписаться и поставить колокольчик. У нас каждый день выходят новые аудиокниги и лекции наших официальных авторов на десятки интересных и полезных тем. Только авторский контент, избранная классика мудрости прошлого и современности, в исполнении лучших голосов русского интернета, а также жаркие дискуссии и самое большое сообщество развивающихся людей теперь реальность. Присоединяйтесь, не забывайте про лайки, поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала, все ссылки будут в описании. Всем добра, любви и мудрости, а мы начинаем. Глава 29. Шамадам тщетно пытается переманить монахов на свою сторону. Чудесное возвращение Мердада. Мердад дарит поцелуи веры всем, кроме Шамадама. Один день сменял другой, и каждый из них был короче предыдущего. Все отчетливее ощущалось в воздухе и дыхании приближающейся зимы. И вот выпал первый снег. Притившие стояли горы с головой, укрытые роскошным белым покрывалом. Лишь далеко внизу, в долине, виднелись островки сухой травы, между которых стлались серебряные ленты рек, неторопливо несущих свои воды к морю. Казалось, вся природа замерла в каком-то сладостном умиротворении, избавленное от хлопот и волнений. Но в наших сердцах не было того покоя, который обычно переходит с наступлением холодов. Семеро пребывали в смятении. Стоило блеснуть в лучу надежды, как тут же нас охватывали сомнения. И надежда сменялась отчаянием. Майка, Йон, Микастер и Цамора склонялись к тому, что мастер обязательно вернется, как обещал. Бенун, Химбал и Абимар не разделяли их мнение. Но все ощущали мучительную пустоту и тщетность бытия. Ковчег возвышался холодной и угрюмой, неприветливо взирая на спящую природу. Морозная тишина стояла в его залах, несмотря на неустанные попытки Шамадама привнести уют и тепло. С тех пор, как у Элими Рдада, Шамадам старательно окружал нас заботой. Он предлагал нам лучшую еду и вино. Но пища не передавала нам сил, а вино не оживляло нас. Он без конца подбрасывал в очаг дрова, но огонь не согревал нас. Он был в высшей степени вежлив и выказывал явное расположение. Но его вежливость и обходительность лишь отдаляли нас от него все больше и больше. Долгое время он не вспоминал о мастере, но однажды он раскрыл нам свое сердце. Шамадам, братья, вы неверно понимаете меня, если полагаете, что я ненавижу Мердада? Мне жаль его всем сердцем. Возможно, Мердад не злодей, но он опасный фантазер. Учение, которое он проповедует, абсолютно непрактично и ложно. Его суть трудна для понимания. Оно неприменимо к нашей жизни. И самому Мердаду, и тем, кто последует за ним, не именовать беды, как только они столкнутся с жестокой реальностью. Я в этом убежден, поэтому и хочу спасти вас. Вне всякого сомнения язык Мердада остер, поскольку его отточило без рассудства юности. Но сердце его слепо, упрямо и нечистило. Мое же сердце трепещет перед ликом Бога истинного, а опыт прожитых лет придают моим словам силу. Кто мог бы управлять ковчегом лучше, чем я? А разве мы не живем долгие годы вместе? И разве я все это время не был вам отцом и братом? Разве наши мысли не осенены покоем, а руки не полны изобилием? Так зачем же разрушать все то, что так долго строили, и сеять недоверие и вражду там, где долго царили вера и уважение? Бессмысленно отказываться от одной птицы в руках ради десятка птиц, сидящих на дереве. Мердад хотел бы, чтобы вы отреклись от ковчега, который служил вам приютом и помогал быть ближе к Богу. Который служил вам приютом и помогал быть ближе к Богу. Давал вам все, что может пожелать смертной, и при этом охранял от мирской суеты. И что же он обещал взамен? Сердечную боль, разочарование, непрестанную борьбу и нищету. Небесный ковчег в безбрежной пустоте – это нелепые мечты. Только ребенок выдумывает себе такую манящую невероятность. Разве ваш мирдад мудрее самого Ноя, основателя ковчега? Мне больно осознавать, что вы приняли его бред так близко к сердцу. Возможно, я согрешил перед ковчегом, когда обошел его святые традиции и прибегнул к помощи правителя Бетара. Но я сделал это лишь за тем, чтобы помешать мирдаду совершить безумство. Лишь о вас печется мое сердце, и это служит оправданием моему поступку. Я хотел спасти вас и наш ковчег, пока не поздно. И Бог помог мне, вы спасены. Возрадуйтесь же, братья, и возблагодарите Бога за то, что вам не пришлось стать свидетелем бесславной гибели ковчега. Я, например, не смог бы вынести такого позора. Ныне я вновь посвящаю себя служению Богу, Ноя, ковчегу и вам, мои возлюбленные братья. Будьте же счастливы, как раньше, ведь ваше счастье – мое счастье. Произнеся все это, Шамадам разрыдался. Но его рыдания не нашли поддержки, ни в глазах, ни в сердцах наших. Однажды утром, когда по горным вершинам, после долгих мрачных дней, Наконец скользнули первые лучи солнца, Самара взял в руки арфу и начал петь. Замерла песнь на замерзших устах моей арфы, Скована льдами навеки мечта моей арфы. Где же дыхание, что песню вдохнет в мою арфу? Где же ладонь, что согреет мечту моей арфы? По мрачной темнице томится она, По мрачной темнице бетара. Будь же просителем ветер моим, Выпроси песнь для меня у цепей, Мрачной темнице бетара. Будь похитителем солнечный луч, Мечту для меня укради, У цепей мрачной темнице бетара. В небе царил я могучим орлом, Был королем я. Правит сова нынче небо моим, И сирота я. Крылья обрезали птицы моей, Мрачной темнице бетара. Слеза выкатилась из глаз Саморы, Руки его бессильно опустились, Голова задрожала И склонилась низко-низко на дарфы. Его слезы дали выход нашему горю, Так долго сдерживаемому, И оно вырвалось на свободу. Мой кайон вскочил, И с криком, Я задыхаюсь, бросился к двери. Самора, Микастер и я Последовали за ним, Через двор к большим воротам, За которые братьям выходить не разрешалось. Мой кайон одним рывком Отдвинул тяжелый засов, Распахнул ворота и выбежал на поляну. Мы ринулись за ним. Яркое солнце согревало нас, Слепило глаза. Всюду до самого горизонта Волнами выступали укутанные снегами горы. Все сияло и искрилось. Над всем миром висела оглушительная, Звенящая тишина. И только скрип снега под ногами Нарушал ее очарование. Холодный воздух обжигал легкие. Но, несмотря на это, Его прикосновения казались нам ласкающим дуновением. И мы вдруг почувствовали себя обновленными и возродившимися, Хоть и не прилагали к тому никаких усилий. Даже настроение Мой кайона изменилось. Он остановился и воскликнул. «Да чего же прекрасно дышать!» «Да, просто дышать!» И действительно, впервые мы по-настоящему наслаждались свободным дыханием и ощущали прикосновение великого дыхания. Мы прошли еще немного вперед, и тут Мейкастер заметил темный силуэт на отдаленной возвышенности. Кто-то сказал, что это волк. Другие решили, что это обломок скалы, с которого ветром смяло снег. Нам показалось, что силуэт движется в нашу сторону. И мы решили пойти навстречу. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее вырисовывалась фигура человека. Вдруг Майкаен подпрыгнул и закричал. «Это он! Это он!» И это действительно был он. Мы узнали его легкую походку, его благородную осанку и гордо поднятую голову. Веселый ветерок играл с вкладками одеяния мастера и беззаботно развивал его темные волосы. Горное солнце тронуло его лицо легким загаром, и оно светилось, как драгоценный янтарь. Глаза его, темные и полные грез, смотрели на нас ласково, как и прежде, излучая спокойную уверенность и всепобеждающую любовь. Его изящные ступни, обутые в деревянные сандалии, покраснели от мороза. Майкаен первым подбежал к нему и упал перед ним на колени, рыдая и смеясь одновременно, и как безумные повторяя одни и те же слова. «Наконец-то моя душа вернулась ко мне». Остальные трое проделали то же самое. Но мастер поднял нас одного за другим, помнил каждого с бесконечной нежностью и сказал, «Примите веры по целуи. Отныне с ней вы будете ложиться спать и просыпаться с верой в сердце. И никаким сомнением не будет уж приюта в ваших снах, и вам они уже не помешают на праведном пути». Когда четверо братьев, оставшиеся в ковчеге, увидели мастера у двери монастыря, они решили, что это призрак, и страшно перепугались. Но когда он приветствовал их, назвав каждого по имени, они опомнились и бросились к его ногам. Все, кроме Шамадама, который словно прирос к своему креслу. Мастер обнял их, как и нас за воротами храма. Шамадам глянул на мастера и затрясся всем телом. Лицо его стало мертвенно-бледным. Губы дрожали, а руки тщетно пытались за что-нибудь охватиться. Неожиданно он соскользнул с кресла и на четвереньках подполз к мастеру. Он обхватил его ступни и, опустив голову, судорожно произнес, «Я тоже верю». Мастер поднял его, не поцеловав, и обратился к нему с такими словами. «Могучий Шамадам трепещет от страха. Страх велит ему сказать «Я тоже верю». Шамадам дрожит и преклоняется пред волшебством, что помогло Мердаду из черной бездны выбраться и из тюрьмы Бетара выйти. Возмездие боится Шамадам. На этот счет пусть будет он спокоен, и сердце вере и истины откроет. Вера, что рождена волнами страха, всего лишь пена на волнах. Со страхом вздымается она, и с ним же убывает. Истинная вера на стебле любви растет, а понимание — прекрасный плод ее. И если Бога ты боишься, тогда не верь в Него. Шамадам, отползая назад и неотрывно смотря в пол. В своем собственном доме Шамадам стал изгоем и бесстыдником. «Разреши мне хотя бы на один день стать твоим слугой и принести тебе еду и одежду, ведь ты, наверное, проголодался и замерз». Мирдат Есть у меня еда, которую на кухне не готовят. Согрет теплом я, что ни огонь, ни зим, ни одежда не дарит телу. Может, разве Шамадам таким теплом и пищей запастись? Смотри, пришло зимой море на вершины. Вершины рады ему крыться, как одеялом, чтоб согреться. И море тоже рады на вершинах возлежать и ненадолго отказаться от движения. Придет весна, и море, как спящая змея, от сна воспрянет и вернет свободу, что время на зиме в залог вручило. И снова станет берег омывать, и в воздух воспаять, блуждать по небу и землю орошать, где пожелает. Но люди есть, что в спячке пребывают всю жизнь, и в их краях всегда зима. И не увидели они еще примет весны. Мирдат примета, предзнаменование жизни, а не похоронный звон. Как долго спать еще намерен ты? Поверь мне, Шамадам, что жизнь людей и смерть ничто иное, как зимний сон. И я расшевелить их от сна пришел, позвать на воздух свободной жизни, прочь из их берлог. Поверь мне, Шамадам, себе же ради. Шамадам стоял, не двигаясь, и молча слушал. Бенон шепотом напомнил мне, чтоб я спросил у мастера, как ему удалось выбраться из бедарской тюрьмы. Но язык мой не мог выговорить этого вопроса. Однако мастер сам догадался на него ответить. Мирдат. Бетарская тюрьма уж больше не темница. Отныне в храм превращена она. А принц Бетара больше уж не принц. Сегодня он такой же перегрим, как вы. И мрачная тюрьма Бенон способна превратиться в сияющий маяк. И способ есть уговорить любого принца обнажить главу. Перед короной истины венец свой снять. И даже грохочущие цепи заставить можно небесную мелодию сыграть. Нет чуда удивительней на свете, чем чудо понимания святого. Слова мастера о том, что принц Бетара отрекся от престола, оглушили Шамадама точно громом. И к нашему ужасу у него начались судороги, такие сильные, что мы не на шутку испугались за его жизнь. Вскоре он перестал корчиться, пораженный обмороком, и нам пришлось долго приводить его в чувство. Глава 30 Мастер рассказывает сон Майкайона Еще до возвращения мастера из Бетара, Майкайон вел себя так, как будто с ним случилась беда. То же продолжалось и после. Большую часть времени он держался особняком, почти ничего не говорил, мало ел и редко выходил из своей кельи. Никому даже мне не раскрывал он того, что тяготило ему сердце. Мы удивлялись, что мастер не пытался облегчить его страдания, хотя очень любил Майкайон. Однажды, когда Майкайон и все остальные братья грелись в очага, мастер завел разговор о великой ностальгии. Мердат Однажды некому мужчине приснился сон. Стоял он на зеленом берегу реки, широкой, быстрой и бесшумной. Вокруг же было множество народу. Мужчины, женщины и старики, и дети всех возрастов из самых разных стран. В руках у них колеса были, размеров разных и цветов. По берегу они катали их. И были все одеты в нарядные одежды, веселились, пели и танцевали. Шум их голосов звучал в одном большом многоголосе. Как море беспокойное, то громче, то тише хор звучал, то уносился вдаль, то возвращался снова. А один лишь он не мог одеждой новой хвалиться, поскольку ничего о празднике не знал. И колеса в руках он не держал, которые катать он мог бы. Ни слова в том разговоре радостной толпы не мог понять он. Как ни напрягал он взгляда, не мог он отыскать среди толпы ни одного знакомого. Смотрели люди в сторону его недоуменно, будто вопрошая, кто сей чудак. Внезапно понял он, что не его тот праздник, что чужой он людям. И ощутил он в сердце своем тоску. И в этот миг раздался грозный рев с другого берега. И он увидел, как люди вдруг упали ниц, закрыв глаза руками и головы склонили. Образовалось два ряда, меж которых проход остался узкий. Тот мужчина один, как перст, стоял среди прохода, не зная убежать куда, что делать. Взглянув туда, откуда нес сырьев, увидел он огромного быка, что пламя изрыгал, и дым, и пепел, и приближался этот бык к нему. Все ближе разъяренный бык, и хочет мужчина убежать, никак не может. К земле прирос он будто, и уверен, что это уж конец. Когда же бык приблизился, дыханием грудь опалив ему, случилось чудо. Герой наш в воздух поднялся, а бык внизу все жарче огнем палил. Мужчина ж поднимался все выше, задыхался он в дыму, но был уверен, ни огонь, ни дым не повредят ему. И через реку перелетел он. Что же, оглянувшись, он увидал? Что бык пускает стрелы и целится в него. Он даже слышал свист их и слышал треск одежды, пробитые острием, но ни одна не ранила его. И вскоре бык, толпа, река исчезли, в тумане растворились. Он же дальше летел. Он пролетал над мертвыми полями, сухими каменистыми, где почва на веки солнцем выжжена. И вскоре он на скале высокой приземлился. Кругом все голое, нету ни травинки, ни ящерки одной, ни муравья. Он знал, теперь лежит его дорога к вершине той скалы. Глаза его блуждали по камням, исчезли дни к дороге безопасной. Но все, что взор его мог обнаружить, лишь узкая и звилистая тропка. Она вела к вершине, но лишь бараны да горные козлы по ней прошли бы, а не человек. Однако путь другой ему судьба, как видно, не укажет. И он пошел по ней. Однако он шагов не сделал сотни, как слева показалась вдруг дорога, широкая и ровная. Уж было хотел свернуть он на нее, дорога вдруг стала многолюдной толпой. С трудом вверх поднималась половина людей тех, а другая половина стремительно катилась вниз. И было то зрелище так дико, так нелепо, как будто насмехаясь друг над другом, они тащились вверх, чтобы оттуда скатиться к уборям, крича при этом и издавая стоны. Понаблюдав за странным поведением людей тех, он решил, должно быть, где-то в горах стоит приют умалишенных, и те, кто вниз катился, несомненно оттуда убежавшие больные. И он продолжил путь свой по тропинке, то тут-то там о кочке спотыкаясь или попадая в небольшие ямки, но все же неуклонно поднимаясь выше. А толпа редела, затем иссякла вовсе, и дорога теперь была пустой. И вновь герой наш один, как перст на сумрачной горе. Нет никого, чтобы указать дорогу, и некому помочь воспрянуть духом, и силы поддержать, чтобы бывали стремительно. Лишь слабая надежда на то, что он когда-нибудь достигнет вершины, еще теплилась в душе. И он шагал упорно выше-выше, повсюду след кровавый оставляя. И, наконец, когда изнеможенный, готов упасть он был, вдруг показалась лужайка небольшая. Он в восторге смотрел перед собой. Дровою мягкой и нежной лужайка покрыта, а в воздухе разлиты ароматы цветов чудесных. Тут усталый путник почувствовал, что силы покидают последние его. Он опустился на землю, и тотчас сон его осморил. Проснулся от того, что чьи-то руки его коснулись, и раздался голос. «Восстань, у путник! Уж видна вершина! Весна тебя заждалась!» Тот голос и рука принадлежали прекрасной Деве, Божьему созданию. Ее одежды белые сияли, и путнику она протягивала руку. И он тотчас с земли поднялся. Усталости как будто не бывало, и тело сил полно. Узрел вершину, и ощутил он аромат весны. Он сделал шаг, и тут он вдруг проснулся. Что ж мой Кайона оставалось делать, когда он обнаружил, что лежит в постели, и вокруг все те же стены, а образ Девы-то еще хранится под веками его, и помнит сердце ту свежесть лучезарной вершины. Что ж мой Кайона оставалось делать, когда он обнаружил, что лежит в постели, и вокруг все те же стены, а образ Девы-то еще хранится под веками его, и помнит сердце ту свежесть лучезарной вершины. Мой Кайон как ужаленный, Но этот сон приснился мне. Это мой сон. Это я видел эту девушку и ту вершину. Теперь их образы преследуют меня и не дают мне покоя. Я стал чужим самому себе. Из-за него Майкайон больше не узнает Майкайона. Но сон приснился мне вскоре после того, как тебя увели в битарскую тюрьму. Как же ты мог рассказать его во всех подробностях? Что ты за человек, для которого даже сны людские, как открытые книги? Ах, какая свобода там на вершине! Как прекрасна та девушка! И как тусклой невзрачной все остальное в сравнении с ними! Моя душа покинула меня ради них. И только в тот день, когда ты вернулся к нам, и я увидел тебя, моя душа воссоединилась со мной, и ощутил я себя сильным и спокойным. Но потом то видение снова посетило меня и увело от меня самого, будто на невидимом аркане. Спаси меня, мой великий брат! Мердат, я изнываю от тоски по тому видению. Мердат, не ведаешь, о чем ты просишь, Майкайон? От своего спасителя ты хочешь ли спастись? Майкайон, я хотел бы, чтобы прекратилась невыносимая пытка чувствовать себя бездомным в таком родном и уютном мире. Я хотел бы оказаться на той вершине вместе с той девушкой. Мердат, возрадуйся же, сердце твое чисто и тронуто великой ностальгией. А это верный знак, что ты отыщешь страну свою и дом, и на вершине с той девушкой пребудешь. Абимар, умоляем тебя, расскажи нам еще о ностальгии. Как сможем мы ее узнать? Глава 31. Великая ностальгия. Мердат. Она подобна призрачным туманам. Из сердца изливаясь, она с тем сердцем вместе утекает, как тот туман, что на море спустился, скрывает вместе с морем берега. Туман, лишая ясности видения, все превратит в туман. И ностальгия лишает сердца чувств, собой заполнив. На вид она бесцельна, бесформенна, слепа, как тот туман. Но как туман, что полон форм неясных, она видна и цель явистна. И схожа ностальгия с лихорадкой. Как лихорадка, вспыхивая в теле, лишает тела сил и вместе с тем сжигает яды, что его терзают. И ностальгия, зарождаясь в сердечной ране, истощает это сердце, но поглощает тщетность, суету и все излишки. Она как вор. Ведь вор тайкому кратко и лишая жертву груза, владельца заставляя сожалеть о нем. Она, прокравшись в сердце, ношу непомерную его тайкому носит, оставляя его о том жалеть. И сердце неутешно, и тяжело ему от легкости такой. Широк и зелен берег, где женщины-мужчины поют, танцуют, трудятся и плачут, не проводя свои. Но грозен огнедышащий их бык, что под одниц их вечно заставляет, и песни запихнуть им в горло хочет, и склеивает веки их слезами. И широка и глубока река-то, что к берегу другого не пускает. И ни один из них не может реку эту преодолеть, ни в плавь и ни на лодке. И лишь немного есть таких, что в мыслях осмелится туда переместиться. Почти же все желают оставаться на этом берегу, где есть возможность крутить любимые колеса времени. У человека с ностальгией в сердце нет времени, нет колеса. И в мире, спешащем, вечно занятом делами, страдающем от времени нехватки, лишь у него нет дела, и никуда он не спешит. Среди народов разных, одетов в многоцветной одежды, на разных говорящих языках, с обычаями разными, себя он видит голым, немым и неуклюжим. И не умеет с ними он смеяться, и слезы их делить никак не может. Они же получают наслаждение, едят и пьют вокруг него. Но он не ест, не пьет, ведь вкус ярчайший и будет ему пресным. И все вокруг встречаются друг с другом, или поисками заняты друзей, а он один, как перст, бредет по жизни. Один он спит, один мечтает, один он видит сны. И все вокруг мудрые, знают тайны, а он один неискушен и глуп. У всех есть место на земле родное, и каждый прославляет свой очаг, а у него нет места, о котором он мог бы песни петь, и о котором сказать бы мог «То Родина моя». Ведь взгляд его сердечный на брег другой направлен. Самнабулый он, кажется, в том мире, который будто бодрствует. Он увлечен видением, которое никто из тех, кто рядом, не может ни увидеть, ни сердцем ощутить. Они к нему с презрением относятся, плечами жмут, и тычут в него они, смеясь. Но если страшный их бог, тот бык, огнем вокруг палящий, на сцену вдруг опустится с небес, тогда все те, что прежде так надменно плечами пожимали, на колени покорно упадут, а он, чужакам, над ними воспарит на крыльях веры и к берегу другому улетит, к подножию вершины каменистой. Пустынные, унылые земли те, которые лежат под ним. Но крылья, несущие его, сильные и быстрые, и не дадут упасть ему. И мрачная гора угрюмо встретит его у ног своих. Но сердце веры исполнено, оно неукротимо, бесстрашно в путь зовет его. Усеяно камнями, и зверисто, почти неразличима тропа, что вверх ведет. Но руки веры его твердые, и быстрые в ноги, и взгляд остер, и потому отважно взбирается он ввысь. В пути встречает он мужчин и женщин, желающих идти дорогой ровной. То женщины, мужчины, кто отводит для малой ностальгии место в сердце, достичь они вершины светлой жаждут, но проводник их слеп и хром. Ведет их вера, но основана та вера на том лишь, что их глаз способен видеть, а ухо слышать, чувствовать рука и нос вдыхать. Одни едва достанут до лодышки, другие до колен горы дойдут, вскарабкаться до бедер смогут третий, и кто-то к талии с трудом сберется. Но все они свершают восхождение без веры, и все рано или поздно соскальзывают вниз, и даже мельком не кинут взгляд на светлую вершину. И разве может глаз увидеть все, что можно видеть? Разве может ухо услышать все, что только можно слышать? И разве руки ощущают все, что можно ощущать, а вкус и запах? И только если веру, что родило воображение божественное, в помощь они зовут, тогда их чувства полны по-настоящему, увидят и услышат, и запахи и вкусы ощутят, и станут тогда чувства лестницы к вершине. Те чувства, что вера лишены, везти не могут, и не берите их проводники. И хоть дорога, что они укажут, покажется вам ровной и широкой, на ней лежат коварные ловушки. И кто, идя по ней, вершин свободы достичь стремится, либо погибает, либо скользит назад, туда, к подножью, откуда начал путь свой. Там, страдая, залечивает раны, собирает в своем кости. Охваченные малой ностальгией, построили они свой мир на чувствах. Но вскоре он им показался душным и тесным. И тогда они решили, что нужно мир пошире отыскать, где больше будет воздуха, пространства. Но нет, что взять другие материалы или мастеров других нанять. Все те же чувства в распоряжении у них. Все те же строители и мастера. И только этот новый мир построен, как сразу он становится и тесным, и воздухолишенным, и доскливым. И этот мир спешат они разрушить, чтобы возвести другой на том же основании. И постоянно так все время строят и разрушают. Только дом, в котором им было бы уютно и свободно, тот дом, который видится во сне им, никак не получается построить. Ведь, желая избежать обмана, обманщикам доверятся они. Подобно рыбе, что прыгает в огонь со сковородки, бегут они от малых миражей лишь для того, чтобы в мираж побольше поверить и вновь обманутыми быть. И кроме тех людей, чьё сердце гавань для малой и великой ностальгии, есть люди-кролики, которые тоски не знают вовсе. Они довольны тем, что роют норы, живут в них, размножаются, и в них же землей встанут. И норы им кажутся большими, красивыми, уютными на вид. И не нужны им никакие королевства, не променяют они норы на дворцы. Смеются над самнабулами, шутят, особенно над тем, кто в одиночестве придёт, над тем, кто троп проторенных не ищет. И человек великой ностальгии сравним с орлом, в курятнике рождённом, в нём выращенном. Прочие цыплята его считают тем же, что они. Им хочется, чтобы жил он той же жизнью, чтоб нравилось ему пшеном питаться, чтоб перенял у них он их привычки, обычаи и ритуалы. Он же желает жить среди своих собратьев, таких как он, мечтателей, чьё сердце снидают грёзы и чьё сердце помнит бескрайнюю небесную свободу. И чувствует себя орёл изгоем меж теми, кто зовётся братья и сёстры. Они над ним смеются, его дразнят и даже мать им вторит. Зов вершин, что подоражит кровь, его всё громче звучит, и вонь курятника несносна, и тяжело ему. И он страдает несчастный, одинокий, втихомоку, пока не оперится и не сможет прочь улететь. И вот тогда он в небо вознесётся, на курятник свой прощальный бросив взгляд, и на сестёр своих и братьев, что радостно кудахчут, и на мать, что роется в земле. Возрадуйся же, мой каён, ту вещь и сон тебе приснился, и мир твой тесен стал тебе из-за великой ностальгии, и странник ты теперь. Освободила твоё воображение ностальгия из цепкой хватки деспотичных чувств, и верою тебя вознаградила твоё воображение. А вера же тебе подарит крылья, возвысит над застойным душным миром и унесёт над мёртвой пустыней тебя к вершине, где испытание пройдёшь и свою веру укрепишь, и от сомнения душу ты очистишь. И вера чистая, провозгласив победу, к подножию вершины той, что вечно свежа и зелена, тебя проводит, и понимание в объятия закричит. И вера, выполнив задачу удалиться, и понимание будет шаг твой править, вести тебя к свободе необъятной, туда, где истины, бескрайний, дом Бога и человека обновлённого. Ты выдержишь то испытание, Майка-Йон. Вы выдержите все. И говорю вам, что оказаться даже на мгновение на той вершине стоит испытаний, а поселиться навсегда то стоит вечности. Химбал. Разве не поднимешь ты нас на вершину, чтобы хоть одним глазком могли мы на неё взглянуть? Мердат. Не торопись, Химбал. Настанет твоё время. Где я дышу свободно, дыхание лишишься ты. Где я хожу легко, ты будешь спотыкаться. Поверь мне, и тебе поможет вера подвиг совершить. Так учил я, Ноя. Так учу я вас. Глава 32. О грехопадении и о фиговом листе. Мердат. Вы говорили о грехе и знать хотели бы, как человек стал грешником. Вы заявили, что человека создал Бог таким, каким является он сам. И это так на самом деле. Но тут же вы сказали, что грешен человек. Так значит, грешен Бог, и он является источником греха. Здесь кроется ловушка. И не хотел бы я, чтобы вы в ловушку это угодили. Поэтому я уберу её с дороги вашей, чтобы вы могли её убрать с дорог других людей. Безгрешен Бог. Конечно, если солнцу грешно делиться светом со свечой, тогда другое дело. Безгрешен так же человек. Ведь не грешно свече сгорит на солнце и с ним соединится вновь. Грешно, когда свеча не давит света, а если спичку к фителю подносит, ругаться начинает, проклинает руку, что спичку поднесла. Грешно свече стыдиться света и не хотеть сгореть дотла и прятаться от солнца. Если человек закон не соблюдает, нет в том греха. Грешно, однако, не знание закона покрывать. Да, прикрываться фиговым листом грешно. Ведь вы читали легенду о падении человека. Слова её наивные скудны, а вот значения возвышены тонко. Тот человек, который родился из глубины божественной души, был как младенец, вял и флегматичен. И наделён он был способностями Бога, но, как все дети, ничего о них не знал и не использовал, хотя таланты бесконечны. И как зерно, что возлежит в красивой чаше, жил человек в саду Эдема. Ведь в чаше зерно останется зерном, и никогда то чудо, что в нём хранится, миру не явится. Однако, если в почву зерно то посадить, которое сродни его природе, то треснет кожица, и чудо совершится. У человека же нет почвы, что сродни его природе, куда бы мог он посадить себя и так раскрыть свои таланты. Лицо его ни в чём не отражалось, похожих лиц не видел он нигде. И слух его не слышал голоса другого. Ни с кем не бил и сердце унес он. Один, совсем один был человек в том мире, где каждый пары наделён, и путь свой знает, и по нему идёт. Чужим себе тот человек казался, себе был незнаком, не знал трудов он, забот не ведал, не знал он о дороге, что каждого ведёт. И сад Эдема для него был колыбелью. В ней пребывал в блаженстве безучастном, и ничего не жаждал он. Ведь всё, что нужно, имел вокруг себя. В саду же там росли два дерева, древо жизни и древо добра и зла. Он мог до них достать, и всё же не протягивал он руку, чтобы сорвать плоды их и отведать. Ведь вкус его и воля, мысли и желания, и даже жизнь его, всё было в нём, но спало, спокойно час ожидая своего. И сам себя раскрыть никак не мог он. Потому помощника пришлось ему создать. Создать ту руку, что направляло бы его и помогало бы ему себя раскрыть. А материалом стал он сам. Подумайте, друзья, откуда помощь могла прийти бы, как не из себя, божественности полного. И это очень важно. И Ева не была иным ведь чем-то, а на его же плоте кровь. И не другое существо, а сам Адам о себе стал парой. Так стало два Адама. Он Адам, и рядом с ним Адам-она. И одинокое лицо без отражения приобрело себе и зеркало, и друга. И имя, что человек не вымолвил ни разу, наполнило теперь сады и дыма звучанием сладостным. А сердце, что в груди до той поры молчало одиноко, теперь забилось громко в союзе двух сердец. И так потухшая огнива, столкнувшись с камнем, вспыхнет. И так свечу, огня не знавшую, зажжетивы, но с двух сторон. Одна из них свеча, фитиль другая, а свет един, хоть кажется, что с разных он горит сторон. Вот так и семя то, что в чаше безмятежно пребывало, нашло себе ту почву, что любовно его взрастит и тайны все раскроет. И так единство из себя не знавшее дуальность породило, чтоб через напряжение и противостояние себя познать оно смогло. И в этом образ верный человека и с Богом сходство, и подобие его. Ведь Бог, сознание высшее, то слово произнес. И слово, и высшее сознание, в союз вступив, святое понимание образует. Дуальность то не наказание, а лишь процесс, который порожден природой единства, необходимый для раскрытия божественности в нас. Как глупо и наивно думать по-другому. Как глупо верить, что подобной огромной важности процесс закончить можно за семь десятков лет. Да хоть за семь десятков миллионов лет. Неужто Богом стать такая малость? Неужто Бог жесток и скуп настолько, что, обладая вечностью в руках, Он человеку дал лишь семь десятков лет, чтоб тот пришел к единству, и в Сатедема Он вернулся, осознавая полностью свою божественную суть. Да, долог – путь дуальности. И глупы те, кто числом его хотят измерить. Ведь вечность даже звезд рождения не считает. Когда Адам бездейственный и вялый был разделен на половины, тогда он стал активным и движением наполнился, и к творчеству способности раскрыл, и сотворить он мог себя. Какое действие он совершил, чтоб стать дуальным? Отведал плод добра и зла, тем самым разбив свой мир на части, как Бог его же разделил. И все вокруг вдруг стало не таким, как раньше, безразличным и невинным. Хорошим и плохим, полезным – бесполезным, приятным – неприятным, вдруг стало все. Два лагеря, стоящих друг напротив друга, между тем, как раньше, единым было все. А змей же искуситель тот, что его уговорил отведать плод добра и зла. Тот змей, я говорю, не кем иным был, как голосом, идущим из глубин, а голос тот, влекущий и всесильный, то зов дуальности самой, активной, но опыта лишенной, что хочет действовать и опыт получить. А то, что Ева первая услышала тот глаз и подчинилась, отнюдь не мудрено, ведь для того и создана была, чтоб силы разбудить водами спящие. И много раз вы с замиранием сердца историю читали, как тайком по саду Ева пробиралась. И нервы на пределе, а сердце, как птица в клетке бьется, готово выпрыгнуть наружу. Вот она крадется, оглядываясь в страхе, приседая, чтоб незамеченной пройти. И вот он, плод заветный, лишь руку протяни. И увлажнились уста ее, рука дрожит, едва касаясь плода. Следите вы за ней, дыхание затаив. Вот его плод срывает, и сладкий сок той мякоти нежнейшей, ей губы орысил. Его кусает, чтобы отведать сладости мгновенной, которая проклятима вернется и вечным, и ее потомкам. И разве не желали бы всем сердцем, что Бог ее предупредил, не дал бы ей свершить поступок безрассудный, чтоб появился в тот момент, когда она уже была готова отведать вкус плода. В истории он так не поступает. Он появляется потом, когда уж поздно, и что-то изменить уже нельзя. И разве не мечтали бы о том, чтобы Адам настолько смел и мудр был, чтоб не поддался ее в искушенью и не вкусил плода. И все же Бог им не мешал. И вот Адам, не удержавшись, плод отведался. Ведь не хотел бы Бог, чтобы подобие его, да не подобно ему было. Он сам составил план. Он сам того хотел, чтоб человек пошел путем дуальности, и волю свою он обнаружил, и свой план. И стал, чтоб он единым с пониманием. Что ж до Адама, то не мог он удержаться, что плод тот не вкусить, предложенный женой. То было просто неизбежно. Ведь жена его тот плод отведала. А оба они единой плотью были. Каждый за действие другого отвечал. Разгневался ли Бог? Разбушевался, из-за того, что человек отведал плод с дерева познания добра и зла. Бог запретил. Он знал, что так и будет, что человек не сможет противостоять. Да Бог и сам того хотел. Но только знал он о последствиях и захотел предупредить, чтоб человек, вкусив плода, был в силах выдержать то испытание. Да так и получилось. Выносливым и стойким оказался человек. И плод он тот отведал. И с испытанием столкнулся. А испытанием смерть была. Ведь, став активным, разделенным надвое по воле Бога, не стало больше человека единого. Он умер, уступив другому место. Поэтому и смерть – не наказание, а фаза жизни, присущей дуальности. Дуальность тенью наделяет всех. И вот Адам увидел в Еве тень свою. И смертью к жизни тенью стала. Но оба, и Адам, и Ева, хоть по пятам преследовала смерть их, продолжили свой дальше путь без тени, поскольку в Боге жизнь они вели. Дуальность – парадокс, рождающий иллюзию противоречий, как будто борющихся меж собой. Но, говорю я вам, на самом деле, они нужны друг другу, неразлучны, друг друга дополняя, наполняя друг друга до краев. И вместе они стремятся к общей цели, создавая мир, единство, гармонию святого понимания. Иллюзия рождается средь чувства и ощущений. И будет жить она так долго, как долго будут чувства жить. И вот, когда отец позвал Адама, уж после, как глаза его открылись, Адам ответил, «Слышал глаз в саду Эдема я, и испугался я, ведь я был обнажен и устыдился ноготы своей. Решил я спрятаться тогда, а женщина, что создал для меня ты, дала мне плод, и я его вкусил». А Ева же была самим Адамом, его же плоти кровь. Но вновь родившийся я Адама решила, что оно другое, чем Ева, Бог и все создания Божьи. Решила, что отдельно и независимо оно. Но оно иллюзией являлось, другое независимое я. Обманом стала личность, от Бога отделенная, для только что открывшего глаза Адама. Личность родилась, чтоб через смерть познала Адам себя, познал себя как Бога. Раствориться уйдет она, когда померкнет внешний глаз, а внутренний откроется и светом озарится. Хоть избила с толку иллюзия Адама, только все же влекла к себе, с собой очаровала. Так притягательно иметь я собственное, для того, кто не имел я никакого, кто ничего не знал о том, что можно я иметь. И личность иллюзорная Адама поймала его в сети, соблазнила, к себе звала. И несмотря на то, что он стыдился ее, ведь слишком нереальной, неприкрытой она была, расстаться с ней он не изъявил желания. В нее всем сердцем тут же он влюбился, со всей своей изобретательностью он охражденный. И листья фигового дерева связал он вместе, сделал он прикрытие себе. И им прикрыл он личность нереальную, ту личность, что была обнажена, чтоб не смогло всевидящего Бога проникнуть в нереальность. И вот Эдем, блаженные незнания, покинули Адама, листом прикрытого и разделенного на части. И пламя разгорелось между ним и древом жизни. И человек ушел из сада сквозь врата двойные, врата добра и зла. Вернется он назад через единство, через ворота понимания. И к древу жизни уходя, спиной он повернулся. Но древо то увидит, возвратясь. Свой долгий и тяжелый путь он начал, стыдясь себя и ноготы своей, и фиговым листочком прикрываясь, свой стыд, чтоб никому не показать. В конце пути придет он снова к саду, но не прикрыт он будет в чистоте и наготове будет любоваться. Случится то не раньше, чем испытания он преодолеет и сможет через грех освободиться от греха. Ведь сам себя погубит грех. И что такое грех, как нересток тот фиговый? Да, грехом является ограда, что разделяет Бога с человеком, что разделяет его я на приходящее и неизменное. Вначале был лишь фиговый листок, затем он превратился в кучу листьев, потом оградой плотной стал. С тех пор, как человек свою невинность от Бога заслонил, он продолжает трудиться рьяно, возводя ограду все крепче, все надежнее, стараясь себя от Бога отделить. Ленивые, безмерно рады листы свои латать обрывками заплаток, что их трудолюбивые соседи случайно на дороге обронили. И каждая заплатка на одежде греха грехом является сама, ведь служит, чтобы стыд увековечить. То чувство, что явилось самым первым и самым сильным чувством человека в момент, когда себя от Бога отделил. Заботится ли человек о том, чтобы стыд преодолеть? Увы, напротив, он стыд преумножает. Его искусство и учения все, не что иное, как прикрытие стыда, листочки фиговые. Его империи, религии, государства, его национальности и войны, не что иное есть, как фимиам, курящийся для фиговых листов. И кодекс чести, то, что истинно и ложно, закон о справедливости, его вещественных законов свод, то разве не попытки стыд прикрыть? И то, что он так ценит безделушки и правила навязывает там, где не должно их быть, да и попытки неизмеримые измерить, ни заплатки или на сотни раз залатанном листе. И жажда удовольствия ненасытна, тех наслаждений, что полны страданий, и жадность до богатств, что душу точит, и жажда власти, что порабощает, и страстное желание величия достичь, достоинства преуменьшая, все те же фартуки из фиговых листов. В своих попытках жалких наготу свою прикрыть, надел он слишком много на себя. Со временем одежда так тесно кожа приросла, что кожей стала. И вот теперь ему не отличить, где он, а где одежда, что служило ему прикрытием от стыда. Он задыхается и молит о прощении, желая скинуть в груз одежды. И много делает он для того, чтобы прийти к свободе. Но, однако, не делает он главного, того, что помогло бы ему свободным стать. Он груз тот не бросает. Желая снять одежду лишнюю, цепляется он силой за нее. Грядет уж срок его освобождения. И я пришел помочь вам одежды вашей снять, отбросить рваные обноски, передники из фиговых листов, что помогли вы всем, кто тоже хочет от груза тяжкого освободиться. А я же путь вам укажу, но каждый должен сам пройти свой путь, как не было бы больно. Не ждите чуда, что вас спасет от вас самих. И боли вы не бойтесь, ведь понимание обнаженное всю вашу боль развеет и в радости экстаз обратит. Лицом к себе вы повернетесь с пониманием, и Бог вас спросит, где же вы, и вы не станете стыдиться и бояться и прятаться от Бога. Вы будете тверды, божественно спокойны. Произнесете вы в ответ, «Узри нас, Бог, вот наши души, наши существа, и мы с тобой едины». Стыдясь, боясь, испытывая боль, мы долго шли изверистой тропою, дорогу и добра и зла, что уготовил нам ты на заре времен. Вперед нас побуждала ностальгия великая идти, а вера сердце поддерживала. Груз же понимания с плеч наших сняла и обмала раны. И вновь в твое присутствие святое нас привело. Теперь обнажены мы от зла и от добра, от жизни и от смерти. Обнажены от всех дуальностей иллюзий, обнажены от самых разных «я». И я, божественная, всеохватная, не нужно прятать нам. Без фиговых листов, что прикрывали нашему коту, стоим мы пред тобой. Стыдиться нечего нам, нечего бояться, ведь твоим светом мы озарены. Смотри, еди на мы, мы все преодолели. И с бесконечной любовью Бог обнимет вас и тут же отведет вас к древу жизни. Так учил я, Ноя, так учу я вас. Глава 33. О несравненная певица-ночь. Как одинокий скиталец, изгнанный из родного дома, мечтает вновь вернуться под очи кров, где провел он самые светлые часы своей жизни. Так и наши сердца тосковали и стремились в убежище. Но зимние ветры замели пещеру снегами, и долго, пока не стояли сугробы, мы не могли в нее войти. Но вот наступила весна. Однажды ночью, когда взор небес был кроток и светел, а дыхание ветра тепло и напоено тонким ароматом распустившихся листьев, мастер отвел нас в убежище. С того самого дня, как Мердаду вели в битарскую тюрьму, никто не заходил сюда. Восемь плоских камней стояли полкругом. Казалось, они тоже ждали и скучали по нам. Каждый занял свое привычное место. Полная луна смотрела на нас с высоты, скользя по нашим лицам, постам мастера, готовая внимать к каждому его бесценному слову. Мы все также обратились вслух, ожидая, что Мердадца говорит. Но он молчал. Горный водопад, шумом обрушиваясь со скалы на скалу, пел в ночи свою громогласную песню. Время от времени до нас доносилось уханье совы и прерывистые трескотня сверчков. Долго сидели мы, затаив дыхание, в тишине, прежде чем мастер поднял голову, открыл глаза и обратился к нам. О, братья! Безмятежная эта ночь, прекрасная и светла. Мердад хотел бы, чтоб песню дивную смогли услышать вы, что ночь для вас поет. Внемлите ее голосу. Воистину, ночь, бесподобная певица. Из темных прошлого щелей, из светлых замков, что будущее строит, с облаков, из нядр земли ее струится голос. Бежит он непрерывной волной до самых дальних уголков вселенной. Могучий он, словно горный водопад и кружит вас в своем водовороде. Раскройте уши, чтоб слышать хорошо его магнивы. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok